Братья и сестры, садитесь, пожалуйста. Сегодня особенный день для всех нас, друзьям. Я с большим трепетом стою перед вами. Я вспомнил одну историю, как-то слышал ее, как во время гражданской войны в России отец Ярла Николаевича Пести проповедовал где-то в людном месте. Он был на возвышенности большой. Его сердце горело любовью, желанием донести до людей Евангелие. И вдруг подходит человек, один жандарм, и говорит, у него есть указ, чтобы его расстрелять. Вот представьте себе сердце этого человека. И он просто попросил этого жандарма, чтобы он разрешил ему докончить проповедь. А потом говорит, он не будет убегать, что нужно, пожалуйста. Впоследствии он свидетельствовал и говорил, я никогда не проповедовал так, как в этот час. Я говорил, как умирающий для умирающих. И когда он проповедовал, вдруг он услышал какой-то шум и какую-то молитву, и он посмотрел, рядом возле него стоял на коленях этот жандарм, который пришел, чтобы привести этот приговор в исполнение. Друзья мои, я хотел помолиться вначале. Давайте встанем еще. Отец Небесный, я хочу попросить Тебя, чтобы Ты помог мне не помешать Тебе, передать Твое Слово каждому сердцу. Я хочу, чтобы Ты нас благословил в Твоем свете, проверить Свой свет и Свой светильник. Сделай это для славы Твоей. Аминь. Садитесь, друзья, пожалуйста. Текст Священного Писания, который я хотел предложить нашему вниманию, это Евангелие от Матфея, 25 глава. Евангелие от Матфея, 25 глава я буду читать сначала. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь». Если посмотреть в целом на эту притчу, то здесь призыв каждому человеку поправить свой светильник. Не в общем, здесь речь идет о личной готовности, о личном отношении каждого человека к Господу. Я хотел вместе с вами сегодня проверить свой светильник в свете Божьего присутствия. Друзья, это чрезвычайно важный момент. Почему? Потому что история говорит нам, что они были очень похожи внешне, все эти девы. Если бы так кто-то пытался бы сказать, кто хуже, кто лучше, вряд ли получилось бы. У них были светильники, и все они, так как жених замедлил, они задремали и уснули. Но в тот момент, и я верю, что этот конгресс, это тоже тот момент, когда раздается крик, жених идет, выходите навстречу ему. Я верю, что в это обращение к Господу, в этой притче, бодрствуйте и молитесь. Это обращение сегодня к каждому сердцу и обращение к моему сердцу. В эти дни, знаете, в связи с часовым поясом, ночь короткая всегда, но я много молился, я проверял свое собственное сердце, я просил у Бога право и дерзновение, говорить сегодня к людям о том, как это важно, иметь светильник горячий. И в этой беседе с Богом, Бог говорил много моему собственному сердцу, и я хочу исповедовать пред вами. Я исповедовал свои слабости, немощи и свои грехи. Я молился за своих родных и близких, и мне искренне хочется, чтобы тот свет, который осветил мою душу внутри, сам Господь оставался ярким светом. В тот момент, когда раздался крик, и все проснулись, и все встрепенулись, вдруг, когда они стали поправлять свои светильники, это был самый кульминационный момент, тогда, когда нужно было, чтобы светильники обязательно горели. Вдруг пять из них заметили что-то странное, они делали все возможное, но их светильники, они не горели, они угасали, угасали, угасали. Это был очень такой особый момент. Я замечал в своей жизни, что есть люди, которые не готовы при жизни жить для Бога, но когда они находятся на смертном одре, они хотят умирать смертью праведника. Я не хотел слишком много сегодня детализировать и объяснять эту притчу, но из многих текстов Священного Писания мы замечаем и обнаруживаем следующее. Есть чуждый огонь, и есть ложный свет. И Писание говорит нам, светильник лицемеров погаснет. Библия говорит нам, светильник праведных весело горит, а светильник нечестивых угаснет. И поэтому это так важно сегодня, думая о вечности, о встрече с Богом, прежде всего обратить внимание на наше внутреннее состояние, наших личных отношений с Богом. Текст Священного Писания говорит нам о том, что одолжаемой веры не бывает. О, я думаю, многие хотели бы взять своих близких с собой, но каждый человек должен иметь личную встречу с Богом при жизни. И здесь, на земле, находясь в своем теле, мы готовимся к тому моменту, чтобы войти в Царство Небесное. Это чрезвычайно важный момент. чтобы быть светом в этом мире. Мы уже слышали, надо, чтобы свет Христов вошел в нашу душу. Я встречал людей, которые думали, что для них это просто нереально. Это просто невозможно быть светом в этом мире. Мы слышали вчера историю, удивительную, как Моисей в пустыне увидел куст терновый, который горел и не сгорал. Я хотел обратить внимание именно на то, что это был терновый куст. Это была не пальма, это была не яблоня, это не было какое-то особое красивое дерево. Терновый куст, это был символ проклятого и отверженного. Когда Адам и Ева согрешили в Едемском саду, и когда они были изгнаны оттуда, Бог сказал, проклятой за тебя земля, терни волчи произрастит она. И теперь в этот терновый куст, символ проклятого и отверженного, самого ничтожного, низкого, входит Бог. И когда в Бог входит жизнь человека, апостол Павел говорит, что он самый большой грешник, первый грешник. И может быть, сегодня здесь есть люди, которые думают, что это не для них, это просто нереально, чтобы их жизнь поменялась. Много раз пробовали, ничего не получалось. Но, друзья мои, я хочу сказать, что Писание говорит нам, что если мы обратимся к Нему в покаяние, и если грехи наши будут как багряное, как снег у белю, Он может нашу жизнь, каждого человека, сделать святой. И Бог сказал Моисею, сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, это место святое, потому что Бог вошел в среду этого тернового куста. Друзья мои, помоги нам Бог, если сегодня здесь есть разочарованные люди, которые потерпели кораблекрушение, может быть, в вере, или те, которые много раз пытались и уже не верят в то, что возможно, чтобы вы были внимательны к голосу Духа Святого. И мы много молились, чтобы Бог прикоснулся сегодня к вашему сердцу, чтобы вы почувствовали Божие прикосновение. Благословенно та минута, когда Христос подходит к сердцу человека и заявляет о своей любви и готовности простить человека, если он обратится к Нему в молитве покаяния. Друзья мои, когда я смотрю в контекст этой притчи и в другие тексты Писания, у меня большая тревога на сердце. И когда я смотрю, что многие так называемые христиане живут так, как будто бы ничего не происходит в этом мире, и когда я замечаю, что их жизнь абсолютно не меняется, они живут по законам этого мира, то я прихожу к такой мысли, что многие так называемые христиане на самом деле невозрожденные люди. И это так страшно называться и не быть. называться именем Господа и не быть. Это катастрофа, это трагедия. И я думаю, нам нужно обратить на это особое внимание. Возможно, здесь в этом зале есть люди, которые не уверены в своем прощении, которые не уверены в том, что их имя записаны в книгу жизни. Не обманитесь, друзья, вы можете быть даже членами церкви, вы можете даже совершать какое-то служение, но если у вас нету вот этой уверенности, этого духовного возрождения, я имею поручение от Бога сказать вам, вы не попадете в Царство Небесное, и вам нужно просто покаяться. И многие люди, которые со словами Господа ходили по этой жизни, будут когда-то отвержены. Писание говорит нам, многие придут в тот день и будут говорить, Господи, Господи, а он скажет, я не знаю вас, моего света не было в вашем сердце. Есть ложные светильники и ложный свет, и этот свет люди зажгли собственной рукою. Это был не Божий свет, который сиял в их сердце. Мы читаем в Священном Писании историю про двух сыновей священника Рона, Надав и Авуид. В один из моментов Библия говорит, что они принесли чуждый огонь и вышел огонь от Господа и сжег их. Мы не знаем до конца, что это был за чуждый огонь, но можно наверняка сказать, что была какая-то неправедность. Было что-то, что несовместимо с Божьим светом, и Бог уничтожил этих людей. Это очень серьезная ответственность. Мы читаем Библию, историю, одну очень интересную история. Помните, когда Яков потерял одного из сыновей своих, которого так любил, это был Иосиф, однажды. Его дети вернулись с поля, где они пасли стада свои, и они принесли одежду его сына. Он не знал, что они его обманывали. Он не знал, что они ведут двойную жизнь. Он не знал, какой ужасный грех они творили. И он поверил им. Они послали вперед эту одежду, мы предварительно, они зарезали одного козла, написано в стадии, кровью, измарали одежду Иосифа, а сами его продали в рабство. И когда принесли эту одежду, сказали, отец, посмотри, не одежда ли это сына твоего? И сколько печали и горя было. И они еще посмели утешать своего отца. Они святовали, плакали, утешали своего отца. И внешне все выглядело очень красиво. Но потом прошли годы, и Бог поднял Иосифа и сделал его вторым человеком после фараона в Египте. И кругом был голод. И Бог побудил их прийти к Иосифу. И когда они туда пришли, они не узнали его. И он спросил, кто они такие? И они сказали, мы люди честные, мы дети одного отца. И тогда началась переплавка их сердец. Тогда Бог начал менять их сердце через разные трудности. Я не буду вдаваться в детали. Но вот пришел момент, когда Иуда сказал, Бог нашел неправду рабов своих. И когда они поняли свою неправду, когда они поняли свою неправедность, тогда Иосиф им открывается. И мы читаем, как они торопятся к отцу своему, как они прибегают к отцу. Я себе представляю эту картину. Каждый хотел быть первым и сказать отцу, что Иосиф жив. Это же то, о чем казалось трудно даже было мечтать и должно принести огромную радость их отцу. И вот они прибегают к нему и говорят, отец, Иосиф жив. Но мы читаем, смутился дух Якова и не поверил им. Почему? Сегодня есть много людей, которые нуждаются в свете. Есть много людей, которым наша жизнь должна показать истинный свет, показать путь к спасению, показать ту дорогу, которая ведет на Голгофу, показать на Господа распитого, почему многие люди в смущение, хотя они применены грехами, когда они устали, хотя они хотят какой-то выход. Я думаю, одна из очень серьезных причин это ложный свет. Это свет, который угасает, это свет, который гаснет в сердцах людей, которые ведут неправедную жизнь, которые являются лицемерами, которые называются, но по сути, по содержанию, они не имеют этой силы, они изображают силу Божию, они пытаются это делать какими-то внешними эффектами, но там нету Духа Божия, и поэтому нету силы Божией. Это трудно признать, это трудно открыть, это трудно исповедать, но это чья-то правда, и может быть, это чье-то состояние, и тогда мы читаем, я не знаю, как быстро все это было, но текст Писания говорит нам о том, что они пересказали отцу все слова Иосифа, они показали ему дары Иосифа, другими словами был диалог, они рассказали отцу, что они признались Иосифу, что они негодные люди, они попросили прощения, они сказали, Бог нашел неправду нашу, и они сказали, что Иосиф простил им, и он сказал, чтобы они не ссорились на дороге, и они показали дары, то есть дары небесного Иосифа, это плод жизни нашей, это жизнь во Христе, и когда люди видят этот истинный свет, и когда они видят эту измененную жизнь, и когда они видят плоды, дары Иосифа, они обращаются к Господу, и это так важно. Друзья, если Дух Божий сегодня будет касаться наших сердец, давайте не будем равнодушными, откликнется и не угасим голос Духа Святого. Я помню историю одного разъездного проповедника. Вы знаете, иногда людям труднее на месте жить. Я помню, один брат мне говорил, я, говорит, в душе миссионер. Я говорю, а как ты это определяешь? Он говорит, я не могу долго жить на одном месте. Я говорю, а почему? Ну, когда я долго на одном месте, говорит, то мне трудно любить этих людей, когда я их узнаю больше. Я говорю, а скажи мне откровенно, они тебя любят? Он говорит, должен заметить, что им меня трудно любить, когда я долго на одном месте. Вы знаете, был один разъездной проповедник, и однажды он проповедовал в одном собрании, и там был один молодой человек, который не знал Господа лично. Вот так в уме знал, есть Бог, но он не пережил духовное возрождение. И когда он слушал проповедь этого проповедника, его сердце стало касаться Дух Божий. И он хотел уже покаяться, но думал, поговорю еще с этим проповедником. После служения он узнал, что этот проповедник должен быть на обеде у пресвитера, и он попросился тоже туда на обед. И пастор церкви с радостью согласился. И когда они шли, дорога была пешком, когда они шли в дом к служителю, по дороге этот проповедник говорил о чем угодно, только не о Боге, и не о Христе. Это немножко смутило этого молодого человека. И когда они пришли уже в дом, сели за стол, вдруг этот проповедник позволил себе одну очень плоскую шутку. И тогда молодой человек в своем сердце принял решение, это неправда, это все фальшь, это ложь, это несовместимо, Бога нету. И он принял решение, не кается. Потом прошло много много лет. И однажды в эту же местность приехал этот же самый разъездной проповедник. Было немножко времени до служения, и пастор церкви говорит, у нас есть в селе один человек, он тяжело болен, он умирает, не хочет ли он его посетить. Он говорит, с удовольствием поговорить с умирающим человеком. И когда он пришел в дом этого умирающего, он был с Библией, он сразу раскрыл Библию, и вдруг больной говорит, не утруждайте себя. Он говорит, о, я имею дело с верующим человеком, я и не знал, слава Богу. Он говорит, вы ошибаетесь, вы ошиблись. Он говорит, вы меня не узнаете? Говорит, не узнаю. Я хочу вам кое-что напомнить. Помните ли вы, много-много лет назад вы проповедовали в нашей церкви на такой-то текст? Да, он это помнил. А помните ли вы, что после служения вы шли по дороге, о чем вы говорили, рядом с вами шел один молодой человек? Он говорит, не помню. А помните ли вы, о чем вы говорили, когда сидели за столом у нашего пастыря, какую вы плоскую шутку сказали? Он говорит, не помню. Он говорит, я напомню вам. Так вот, тот молодой человек, это был я. Я умираю. И я скоро предстану пред Богом. И я буду обвинять вас в погибели моей души. Сказал, закрыл глаза и умер. Вы можете себе представить сердце этого человека? Я верю, что Бог милосердный Бог, Бог прощающий, и Он может и это простить. Но это так страшно, когда наша жизнь вместо того, чтобы показывать людям на Господа, становится преградой и препятствием. И люди вместо покаяния уходят от Бога. Я помню, наша соседка одна стала ходить на служение, помолилась, мы к себе ее там на обед беседуем о Господе. И она мне говорит, Франц, теперь ты должен меня крестить, меня Франц звать. Я говорю, ну, знаешь, дорогая, мы еще понаблюдаем за тобой, знаешь, мы вот, ну, начиная объяснять, она мне говорит, а мы тоже за вами наблюдаем. Знаете, я об этом даже не думал. Люди наблюдают за нашей жизнью, и люди делают определенные выводы из этого. Друзья, я хочу сегодня задать вопрос. Ваше сердце кровоточит от того, что многие люди идут в ад. это так важно. И если в вашем сердце нет этих переживаний, если в вашем сердце нет этих чувствований, может, что-то случилось с вашим светом, может быть, ваши светильники угасают, вот эти пять неразумных, у них не было вот этого внутреннего содержания, у них не было масла, вот этот внутренний свет божьего присутствия не был там. Было формальное, ложное, притворное христианство, двойная жизнь, двойные стандарты, что угодно, но света не было, масла не было. И в тот момент, когда они должны были гореть, они угасли, угасли. И знаете, там было покаяние, но оно было запоздалое. Это подобно Исаву, который хотел как-то изменить ситуацию, но не мог ее, потому что это тоже было запоздалое покаяние. Когда я читаю Священное Писание, я замечаю очень один важный момент, когда речь идет о свете. Написано, светильник праведных весело горит. Другими словами, светильник праведных людей, он ярко горит. И когда на него смотришь на этот свет, он не тускнет, он не гаснет, он все сильнее, все лучше, все ярче горит. И когда люди соприкасаются, этот свет правильный свет, он помогает им лучше, лучше, больше, больше, а светильник нечестивых, он угасает. Светильник нечестивых угасает. Я помню такой момент, рассказывал уже эту историю, надеюсь, никто не горчится, что услышит ее в который раз. Это так показательно было, однажды в нашей семье произошел такой случай. Наша младшая дочь ей тогда было 8 лет. Она у нас, так скажем, подарок от Господа, у нас между старшим сыном и младшей дочерью 25 лет разницы. И вот она 8 лет тетя, у нее там уже много племянников, у нас уже ряд внуков есть. Вот семья детей наших пришли к нам в гости со своими детками, внуки, они там играются, женщины готовят ужин, ну а мы там мужчины, я зятя, мы сидим, наша ответственность была смотреть за детьми, чтобы ничего не случилось. И вдруг внучка моя, дочь моего зятя кричит, я смотрю, кровь у нее бежит. Я думаю, что такое, там моя жена и дочь, ну как же так, что вы там не досмотрели, ну вроде никто и не подходил к ней. Ну быстренько все помыли, привели в порядок, ничего особенно страшного не было, она себе чуть-чуть надкусила губу или язычок там, да, и побежала кровь. Ну все это поправили, ужин, вечером как-то мне Бог положил так на сердце, я как раз прочитал это место, мы обычно в кругу семьи читаем, и когда бываем вместе с молитвой расстаемся, и мы прочитали это место, нет ничего тайного, что не сделать бы явным. Я привел несколько примеров возраста детей, чтобы это было понятно им, и когда наши дети с внуками уехали, вдруг подходит ко мне моя дочь восемь лет и говорит, папа, я согрешила, папа, я согрешила, папа, помолись за меня, я сделала страшный грех. Я думаю, боже мой, что мог сделать ребенок в восемь лет, она так сокрушается, она так плачет, я говорю, что ты сделала, что случилось, это я сделала, это я сделала, мне стыдно, что ты сделала. Ну, мы, говорит, игрались когда с внучкой, а ей восемь лет, и она там как-то развернулась, и ножкой задела ручку внучке, и та вот так оперлась, и раз, и надкусила язычок. И она испугалась, когда это увидела в сторону, да, и теперь ее дух обличает, что она это не призналася. И я говорю, нет, я не буду за тебя молиться. Говорит, папа, почему, мне так страшно, мне так плохо. Я говорю, тебе надо попросить прощения у своей сестры, если Господь тебя обличает. Папа, как я это сделаю? Это же так трудно. Я достал телефон, быстро набрал номер, я говорю, называю имя дочери, говорю, Ирина, говорю, поговори со своей сестрой Региной. Она берет, Ирина, прости, я согрешила, прости, что ты сделала? Это я. Она ей это объясняет, она говорит, ну ладно, успокойся, да ничего страшного, и все. Знаете, мы помолились вместе Господу, и она успокоилась. Вечером, уже когда, ближе к ночи, мы еще хотели с семьей почитать Библию, и вот она ко мне так прижалась, да и мне так приятно, она так рядышком возле меня сидит, я читаю Слово Божие, и вдруг я слышу, она всхлипывает, плачет, плачет, сейчас сильнее, сильнее. Я говорю, доченька, ну Господь же простил, ну он же добрый, ну ты же это исповедал. Она говорит, папа, я не поэтому плачу. А почему ты плачешь? Папа, что я могу сделать, чтобы меньше людей попали в ад? Я думаю, Боже, ребенку 8 лет, и он плачет, что люди идут в ад. И я подумал, вот оно, чистое сердце, сердце очищено, оно имеет дерзновение, сердце, в котором нет осуждения, сердце, которое оправдано, вот она, та праведность, которая делает наш светильник ярким, горящим и большим благословением. И он горит, ярко горит, весело горит, этот светильник. И я стал думать, молиться, и знаете, как раз была такая ситуация в нашей семье, у моей супруги отец был тяжело болен, и родители ее жили в Германии, сейчас он уже в вечности, и он, за ним долго ухаживали, там моя супруга хотела поухаживать за ним. И родственники говорят, ну возьми Регину с собой, хоть дедушка ее еще увидит. И они собирались в Германию, уже билеты были куплены. И я ей говорю, знаешь, есть хорошая идея. Давай так, ты с мамой летишь в Германию на самолете, и вот я тебе дам два новых завета. Садись посередине, в любом случае с одной стороны кто-то будет, и ты будешь ему свидетельствовать об Иисусе. Туда одному и назад одному. Папа, а что я буду говорить? Ну вот скажи ему так. А если он так скажет? Ну если он так скажет, ты так скажешь. А если он так скажет? Ну тогда ты так. А если он так? Ну тогда ты так. А если он так? Вы знаете, она мне задала сто вопросов. Это был целый семинар по евангелизации. Она подключила своих старших братьев и сестер, молитвенную группу сделала. Они улыбались, смотрели на нее, и думали, ну это как-то так вроде наивно немножко выглядело. Маленький ребенок, она говорила о том, что она едет в миссионерское путешествие. Она едет людей спасать от ада. На другой день я должен был привезти Евангелие. Я помню вечером, когда я приехал, где-то был на служении, она стояла на крылечке, меня ждала. И говорит, папа, а где новые заветы? А я говорю, я забыл. Она говорит, папа. Она не понимает. Она не понимает, ну как можно такое забыть? Человек собрался в миссионерское путешествие, а я забыл вот эти новые заветы. Я исправил эту ситуацию, привез эти новые заветы, мы еще много-много говорили. И вот когда они уже с супругу ходили, мы отправляли их уже на машине в аэропорт, на самом выходе она мне говорит, папа, а вот если вот они покаются, им же надо крещение принять. Я говорю, ну правильно, доченька, но они же потеряются, они же куда-то улетят. Им же надо до конца помочь. Это ребенок 8 лет. Я говорю, доченька, ну думал, ну что же делать? Есть хорошая идея. Я говорю, у меня вот есть визитные карточки, когда они покаются, ты подари визитную карточку и скажи, пусть они мне письмо напишут. Я же не знаю, из какой это страны будут люди, в каком городе живут, мы найдем хорошую общину тогда, и там им помогут, и они примут крещение. Я дал ей две визитки, она еще немножко молча постояла, говорит, дай еще одну. Я говорю, зачем? И она мне говорит, а вдруг кто-то будет подслушивать и тоже покаяться? И я думаю, у меня не хватает веры, что два человека покаяться. Она верит, что от того, что кто-то подслушает, он может тоже покаяться. Она просто любит, потому что сердце чистое, потому что светильник праведных весело горит. Друзья, я не знаю, ваше сердце горит. Есть ли этот пламень, есть ли у вас желание осветить дорогу к Иисусу? И я вот так смотрел и думал, сколько света должно быть. Но если наши светильники коптят, если они угасают, если в доме у служителей, я на этом конгрессе беседовал с молодыми людьми, их родителей в служении, но они мне откровенно признавали, что их светильники угасли. Они в тоске, они в борении. Слава Богу, многие из них покаялись, помолились, и я хочу верить, что их светильники будут гореть. И я хотел обратиться к служителям, братьям мои, которые здесь находятся. Наша огромная ответственность, наши собственные дети. Это наша ответственность, это наше попечение. В одной семье дети говорили о своем отце, что наш папа любит самого последнего грешника, но он нас не любит. У него нет времени для нас. И это катастрофа. Это не дает нам права совершать служение. Пусть Бог благословит нас, сделает здесь тоже определенный вывод. И может быть и нам, служителям, нужно в этом отношении поправить свой светильник в своих собственных домах, обратить внимание на тех, среди которых мы живем. Потому что если мы там молчим и живем неправильно, то мы не имеем права. И у нас и не получится. Мы будем изображать силу Божию, но ее не будет. Пусть Бог благословит нас. Я хотел бы предложить нам еще один текст Священного Писания, который, верю, поможет исправить ситуацию. Если кто-то мучится, страдает, тяжело. Помню, как-то беседовал с одним человеком несколько лет назад. Он изменил своей жене. И он скрывал это. Он мучился, страдал. Его дети пошли в погибель широким путем, но его вина была в этом. И когда он все-таки открылся и покаялся, я говорю, почему ты это не сказал сразу? Он мне говорит, это так трудно. Это почти невозможно, когда люди думают, что ты святой, но ты в грехах. Друзья мои, я хотел предложить нам историю покаяния Давида. Вы слышали уже немного вчера об этом от брата Виталия Викторовича. Я хотел в некоторый момент еще обратить внимание, что нужно для того, чтобы поправить свой светильник. Нужно правильное покаяние. Нужно правильное покаяние. Нужно правильное отношение ко греху. Нужно правильно понимать ужас греха и понимать, что сделал Иисус Христос за нас на кресте. 50-й псалом начинается такими словами начальнику хора псалом Давида. Знаете, Давид написал псалом, который должны были петь в Израиле. Это был псалом покаяния. Уже само начало говорит о правильном подходе к покаянию. И знаете, написано дальше, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Это очень печальная история. Об этом нельзя говорить без содрогания. то, что сделал Давид. Давид тяжко согрешил пред своим домом, пред Богом, пред Израилем. Давид впал в грех. И знаете, Давид хотел поначалу скрыть этот грех. Многие люди довольствуются этим, если другие не узнают то, что есть правда их жизни. Но это не приносит им радости. Впоследствии Давид говорил, что над ним тяготела рука Божия. Давид оставался царем. Но Давид был несчастный царь. Это был царь, у которого не было радости. Бог не говорил с Давидом. И Давид это понимал. Бог перестал говорить с Давидом. У Давида разорвались отношения с Богом. Потому что грех всегда разрывает отношения человека с Богом. Но нужно было соблюсь в внешнюю форму. И вы знаете, что только не предпринимал Давид, чтобы скрыть эти грехи. Он приглашает Урию из поля битвы. Он предлагает ему пойти в собственный дом, чтобы он там оставался на ночь с женой своей. Потому что Версавия передала ему, что она ожидает ребенка после того греха, который у нее был с Давидом. Но Урия не сделал этого. И тогда Давид пошел на второй грех. Один грех рождает, другой грех. Это неправильные пути. Он говорит, я молчал, и обечтали кости мои, скрывающие свои преступления, не будет иметь успеха. Об этом говорит нам Писание. И никто не может рассчитывать на это, что по дальности времени и так далее. Вы знаете, это ложный путь. Сохранить уважение, авторитет. Мы переживаем, что будут говорить люди и так далее. Важно, что скажет Бог. Может быть, запоздалое покаяние. Если человек скрывает свои преступления, он может оказаться в ситуации вот этих пяти неразумных дев. Когда вы подойдете к дверям рая, и вы будете говорить, Господи, да мы же всегда веровали в Тебя. И мы даже в служении были. И к нам с уважением относились, не знаю вас, не знаю вас. Это запоздало, это страшно. Вы знаете, когда я об этом думаю, я думаю, ну ладно, люди, которые живут в мире, отрицают Бога, живут в грехах, понятно, они наследуют вечную погибель. Но люди, которые были рядом с теми, у которых горел светильник, люди, которые носили эти светильники, которые изображали силу Божию, но вели двойную жизнь. Это же катастрофа, если они попадут в ад. Это же так страшно. И дьявол обманывает, он обманывал Давида. И Давид придумал разные ситуации. Потом, когда Урия был убит, давайте себе представим эту картину, можно сказать, это моя фантазия, но я так думаю, были похороны. И лучший венок был от царя Давида. И Давид говорил, какой-то храбрый воин был. И как он защищал Израиля. И важно, чтобы все были похожи на Урию, потому что он любил страну свою и положил жизнь свою за своих детей, жену и так далее. А потом, в Израиле узнали, какое сердце у Давида, он вдову, которая ожидает ребенка, взял к себе. Какое сердце у Давида. И знаете, вдруг пришел один особый момент, и я хотел на это особо обратить внимание. Библия говорит нам о том, что Бог послал пророка к Давиду. Это так важно. Когда Божьи люди приходят к нам, у которых горит свет, и у которых есть слово от Бога. Это был пророк Нафан. И он пришел к Давиду. И Давид, конечно, принял его. И он говорит, слушай, царь, есть вот такая была история. Убыло два человека. Один очень богат и другой бедный. У богатого было столько скота, он даже считать не мог, сколько там было. А у бедного одна единственная овечка. И вот к этому богатому пришли гости. Ему жалко было взять от стада своего. Он взял эту последнюю овечку. И вы знаете, и мы читаем в Слове Божьем, Давид сильно огорчился. Он воспламенел гневом. И он сказал, достоин смерти человек, сделавший это дело. И знаете, тогда прозвучал приговор Божий. Ты этот человек. Это как операция без наркоза. Ты этот человек. И теперь Давид стоит перед выбором. Он облечен. Может быть, это твое состояние. Может быть, сегодня, дорогой друг, Бог говорит, ты этот человек. Твоя неправедная жизнь привела к тому, что твои дети в миру, они не видели христианства в твоем доме. Там не было света. Ты был уважаем в церкви. И для тебя было небезразлично. И ты старался. Но ты не был таким. Может быть, твои соработники. Может быть, те друзья, с которыми ты учишься в колледже, в школе. Молодые люди. Может быть, сегодня Бог пришел к тебе в твою жизнь. И это благословенный момент, когда Бог обличает грешников о грехе. И нужно правильно на это реагировать. Мы должны всегда благодарить Бога, когда Он приходит для того, чтобы изменить нашу жизнь, помочь нам. И вот Давид стоит перед выбором. И мы читаем о правильном покаянии Давида. Я хотел, чтобы мы очень коротко обратили на это внимание. в покаянии. Давид кается в глубоком смирении. Он говорит, будь милостив ко мне, Господи, ко мне, грешнику. Смирение в покаянии. Это так важно, друзья. Когда мы в глубоком смирении приходим к Господу в покаянии. у Давида было очень много заслуг. Давид был из царского рода. Давид в конце концов много служил для Бога. И он был царь. Но ничего из этого. Он не кладет на чашу этих весов, когда Нафан сказал, вот что ты сделал. Ты убил. Ты сделал грех пролюбодеяния. И Давид не оправдывается. Он понимает, что Бог прав в своем суде. И он говорит, помилуй меня, Боже, не за благородство моего происхождения, не за мое служение, не за то, что я царь, но по великой милости Твоей помилуй меня, Боже. Ох, какая правильная молитва Давида. Я хотел бы, чтобы мы сегодня об этом очень серьезно подумали. О чем он просит Бога? Он говорит, изгладь беззакония мои. Он понимает, что грех оскверняет Бога, когда он хочет приблизиться к Богу. Он живет во грехе. И Давид понимает, что грех делает его негодным для общения с Богом. И Давид это исповедует. Он понимает причину всех своих страданий и бед. и он понимает, что теперь Бог своей великой любви, раз он послал к нему пророка и открыл это, Бог дает ему шанс. И это очень важно. И Давид ищет прощения. Заметьте, как. Он ищет прощения, как человек, который недостоин прощения. Это очень важный момент. Мы не должны думать, что Бог обязан нас простить. Он же умер на кресте за грехи всех людей. Ты же обещал всех простить, и поэтому и меня прости. Но в молитве Давида мы улавливаем эту истину. Я недостоин, но помилуй меня по великой милости Твоей. И это очень важный момент. Он признает свою вину. Он не разбавляет свою вину словами. Все мы много согрешаем. Мы можем слышать такие молитвы покаяния. Господи, ты знаешь, что мы все люди грешники. Нет, Давид один на один стоит пред праведным и святым Богом. И это очень важно. Надо быть очень точным в выражениях, когда мы совершаем молитву покаяния. Давид понимает, что он заслужил наказание. Давид прозрел, и он говорит, что очи твои видели меня. Он понимает, что в тот момент, когда он был в Сверсавии, Бог смотрел на него, и он мог бы его убить, и он был бы прав. Но Бог не сделал этого. Бог ждал, Бог долготерпел, Бог ожидал сокрушения и покаяния Давида. О, великое долготерпение Бога! Может быть, кого-то он долготерпит уже годами, и сегодня здесь, в этом собрании, он говорит твоему сердцу, и он говорит, что он хочет тебе помочь. Давид понимает, что Бог возлюбил истину в сердце, не на показ, не показная истина, но в сердце Бог видит сердце Давида, и поэтому он говорит, очисти меня от грехов, от осквернений. Он говорит, чтобы Господь помиловал его, он понимает, какое у него грязное сердце. Это присутствие Бога. Он начинает осознавать, когда свет Божий начинает проникать в его сердце. И это так важно. Дух правый обнови внутри меня, то есть останови угасание духовной силы во мне, восстанови меня в прежних отношениях с Тобою. Мне плохо, я страдаю, я притворялся, я делал вид, но я молчал, и надо мной тяготела рука Твоя. Не сгоняй меня, дай мне свободный доступ к Тебе, дай мне говорить с Тобою, говори Ты со мною. Давид просит восстановления этих отношений. И потом что-то чрезвычайно важное. И Давид говорит, Духа Твоего Святого не отними от меня, братья и сестры, мы погибнем, если Бог отнимет Духа Своего от нас. И Давид это понимал. Я не знаю, какую он вспомнил историю, но Давиду стало страшно. Давид знал, что он огорчил Духа Святого и побудил его отвернуться от него. Может быть, он вспомнил Самсона, о котором написано, что он три главы и во всех трех главах истории Самсона написано его отношение неправильное к женщине. Он поступал неправедно в этом вопросе. И в один из моментов, когда ему как никогда нужна была сила Божия, он стал, чтобы защититься от врагов своих и сказал, пойду, как и прежде. А там написано, не знал, что Господь отступил от него. Может быть, Давид вспомнил Саула в тот момент, когда написано в Писании Дух Божий отошел от Саула. У него был ужасный пример у Давида. Он видел, как Саул превратился буквально в чудовище. Саул пошел против Бога. Никто не устоит, если Дух Святой будет отнят от Него. Никто не сможет жить праведной жизнью. Человек будет делать грех и больше, и больше. И Давид это очень прекрасно понимал. Он понимал, что написано, как в книге бытие, не вечно Духу Божию быть пренебрегаемому человеками. Это был очень печальный пример. И он видел это падение Саула до того момента, как Саул упал на собственный меч и погиб, когда Дух Божий отступил от Давида. И теперь Давид понимает, если он слицемерит, если он проявит лукавство, хитрость, что угодно, Дух Божий оставит его, и Давид погибнет навсегда. И поэтому Божие Духа Твоего Святого не отними от меня. И Бог помиловал Давида. Бог помиловал Давида, потому что Давид понял ужас греха. Он грешил пред святыми очами Бога. Друзья мои, я не знаю, что происходит в вашем сердце, но я хотел бы сейчас пригласить на молитву покаяния всех тех, кого Дух Святой сегодня касался. Или, может быть, вы уже чувствовали, как Он оставляет вас, и вы понимаете, что в вашей жизни угасание, и давно-давно уже Бог с вами не разговаривает. Вы пытаетесь что-то делать, вы говорите, вы не можете справиться с грехами, вы пытаетесь, но вы снова и снова грешите. Почему это происходит? Потому что Дух Святой уходит от вас, потому что есть неправедность, потому что есть неправильное понимание Бога и греха, потому что нет осознания этого ужаса. Это вызов против Бога, это покушение на Бога, на престол Его, на святость Его, и нужно в сокрушение исповедать свои грехи, искренне покаяться, чтобы не было запоздалого покаяния. Мы будем петь сейчас общим пением один гимн, который предложат братья. И во время пения этого гимна я хочу предложить каждому обратить внимание на такое слово «Духа, не угошайте». Возможно, это последний шанс вашей жизни. Вы много раз пытались делать что-то своими силами, но сегодня вы обнаружены, и вы понимаете свою трагедию, вы понимаете свое состояние. Кто-то понимает, может быть, свою двойную лицемерную жизнь, кто-то понимает, что там нету света, там тьма, нету сострадания к людям, потому что нету Бога в сердце, потому что Он пренебрежен и оставлен и оскорблен. Но сегодня вы вдруг почувствовали, как Бог своей огромной любви решил восстановить вас и зажечь ваш светильник. И если это обращение к вам во время пения, все, с кем Бог говорит, неважно, где вы будем ждать, вверху, внизу, в фойе, в зале, идите вперед. И здесь встретят вас братья-служители, и они помолятся с вами Господу. Молитесь Господу, идите Господу, восстанавливайте свои светильники, поправляйте свои светильники. Бог нам в помощь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok